Несколько десятков специализированных машин для уборки и вывоза снега работают на улицах города. В основном в ночное время. Главная задача – сделать движение автотранспорта в городе безопасным и комфортным. Ситуацию с Российской держат под контролем муниципальные власти. Зима в этом году началась рано. Администрация города подписала контракты с шестью организациями, которые с начала января уже приступили к своей работе. С 1 января действительно мы заключили контракты на выполнение работ по зимнему содержанию дорог. Сейчас контракты подписаны. Со 2 января буквально уже некоторые организации приступили к... Не некоторые, уже вторая часть организации выходила. И там 3-4, то есть праздники по мере потребности, в зависимости от погодных условий, эти предприятия выходили на работу. Одна из таких организаций – МУПДОР. Ежедневно на очистку дорог и улиц выезжает около 20 единиц техники. Ну, техника на улицу города выходит ежедневно. Просто зависит от того, ну, от количества осадков, какая, ну, обстановка на дорогах. Сейчас, ну, за счет того, что город поделили, ну, сторонним организациям еще по контракту раздали территорию города, нам сейчас намного попроще заниматься, потому что мы сейчас отвечаем за центр города, старый поселок. Ну, в этом году, конечно, намного полегче. Вот когда снегопады идут, тогда уже выходим, например, там в 4-3 ночи и стараемся там часам к 8, чтобы дороги уже были почищены. На помощь предприятию прибыло пополнение – новая техника – трактор МТЗ-82. Отличительная особенность этой машины в том, что она предназначена для расширения дорог и очистки тротуаров. Но это не единственный плюс техники. В новой технике, что она, меньше поломок, больше производительности. В принципе, и что, ну, знаю. Ну, новая она и есть новая. Здесь она более модифицированная уже, лучше. Подобной технике в городе единицы, поэтому она просто необходима. И уже в ближайшее время трактор выйдет на дороги улицы. Как говорилось ранее, администрация города следит за качеством очистки снега на дорогах. Претензии к некоторым организациям все-таки имеются. Контроль, как я и сказал, ведет через диспетчера и через отдел городского хозяйства. Ну, вот январь закончится, посмотрим, как мы сработаем. Конечно, есть вопросы по качеству очистки улиц, но у нас, как лакмусовая бумажка, это поступление жалоб у диспетчера в администрации. Но вот праздники мы провели все-таки более-менее нормально. С очисткой мы справились. На данный момент главной задачей по-прежнему остается расширение дорог и очистка тротуаров. Эта задача осложняется тем, что прогноз погоды на этот месяц неутешителен. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».